Анна Акуджава Анна Акуджава Анна Акуджава Очень приятно, что экспедиция у нас достаточно размеренная, то есть она не быстрая, как были некоторые ранние более экспедиции, а достаточно вдумчивая, исследовательская, когда мы сможем посмотреть и оценить не только красоты нашей природы, но и с научной точки зрения, научно-патриотической и естественно исторической, это дело исследовать. Стоит отметить, что экспедиция организована при поддержке многих спонсоров, одним из которых является медиахолдинг Тверской проспект, а также других. Есть единомышленники и люди, которые, наверное, в лице наших партнеров показывают то, как они относятся к нашим каким-то туристическим походам, каким-то направлениям, которые связаны, может быть, даже с какими-то экстремальными сплавами и прочее. Я говорю сейчас про компанию «Знаток», за это им отдельное спасибо. Очень рады, что они нас поддержали, в том числе и эту экспедицию. Конечно, и медиахолдингу, и учредителям, и руководству хочется выразить отдельную благодарность за то, что с удовольствием поддержали эту идею и решили, что это тоже важная вещь, касаемая и патриотизма, и какого-то духовно-нравственного воспитания молодежи. Поэтому, я думаю, все ребята, которые туда поедут, основная цель поездки, она будет оправдана. Традиционно о творческой жизни киноконцертного зала «Панорама» расскажет арт-директор Светлана Шепет. Добрый день, дорогие друзья! Перелистывая в памяти странички нашей истории, мне хотелось бы сегодня вспомнить несколько ярких и запоминающихся встреч. Про нее говорят одна из самых стильных звезд отечественного шоу-бизнеса. Заслуженная артистка Российской Федерации, член Союза писателей Российской Федерации, актриса, телеведущая, поэтесса. И все это Алена Сверидова. Встреча с Аленой Сверидовой была уже в нашем концертном зале. И в следующем концертном сезоне нам вновь предстоит встретиться с этой талантливой, красивой и умной женщиной. Родилась Алена в Керчи, хотя студенческие годы ее прошли в Минске. Поначалу она обучалась в специализированной музыкальной школе, затем продолжила обучение на музыкальном факультете Минского педагогического института. Еще будучи студенткой, Алена активно принимала участие в творческой жизни института. Пела в вокале инструментальном ансамбле, увлекалась литературой, сочиняла стихи к песням, которые звучали на Винском радио. Стиль, в котором работала певица, постоянно менялся. Одно время она много занималась джазом. Были даже выпущены совместные проекты с Андреем Макаревичем, который в своей основе занимался джазом и блюзом. В 90-е казалось, что слава бедной овечке будет всегда. Какую бы песню ни исполнила, она моментально рвалась в хит-парады. Ах ты, бедная овечка, с вами! Что же бьется так сердечко? Ах ты, бедная овечка! Что же бьется так сердечко? Да что там 90-е? Пропав временно с радаром, Северидова вновь стартанула в нулевые, исполнив пару песен и снова исчезла. Что-то цепляло в личности Северидовой публику. Наверное, то, что она смогла отойти от шаблонов, которым следует большинство российских звезд. Алена выбрала европейский стиль с отсутствием ненужной мишуры. Ну и к тому же, не каждой женщине удается более 30 лет сохранять один и тот же вес. По секрету скажу, 58 килограмм. И мы с вами понимаем, что это весьма непросто, и это дорогого стоит. И нам предстоит с вами встреча с этой интереснейшей личностью в будущем концертном сезоне. Я приду к тебе на помощь, я с тобой, пока ты дышишь, Было так всегда, ты помнишь, будет так всегда, ты слышишь, Я приду к тебе на помощь, я с тобой, пока ты дышишь, Было так всегда, ты помнишь, будет так всегда, ты слышишь, Выступление еще одного коллектива обязательно нужно вспомнить. Это концерты вокально-хореографического ансамбля «Батька Атаман». Те, кто побывал на выступлениях этого ансамбля, знают коллектив. Каждый раз показывает яркие, запоминающиеся шоу. Артисты поют, танцуют и демонстрируют виртуозное владение мастерством фланкировки. Для тех, кто не знает, именно так называют трюки с казачьей шашкой. Главная идея при создании коллектива выражалась в том, чтобы каждый участник ансамбля был его солистом. Руководителю удалось собрать самых ярких и талантливых солистов-вокалистов с неповторимым тембром голоса, обладающих уникальной харизмой, людей, беззаветно преданных любимому делу. В этом и есть уникальная особенность ансамбля «Батька Атаман». Таким образом, во время концерта зритель может насладиться не только слаженным хоровым пением, но и может услышать неповторимый тембр голоса индивидуально каждого из участников ансамбля. За годы существования коллектив стал лауреатом большого количества популярнейших конкурсов. В их репертуаре и народная песня, и эстрадная песня, и обработки, которые делают сами же участники коллективов. Особое внимание, конечно, коллектив уделяет народным песням. В его репертуаре белорусские, русские, украинские и казачьи песни, православные, духовные песнопения. «Батька Атаман» выступает не только в Белоруссии, но и далеко за ее пределами. А у нас в памяти, конечно же, сохраняются встречи с этим талантливейшим коллективом. Безусловно, мы надеемся на новые концерты вокально-хореографического ансамбля «Батька Атаман». А мне вспоминаются слова Уильяма Шекспира. Музыка глушит печаль, и особенно в этом убеждаешься на концерте ансамбля «Батька Атаман». ПЕСНЯ Заходите на наш сайт panoramadefestver.ru, звоните по телефону 300 033, следите за нашими анонсами. Оставайтесь с нами. До новых встреч! С вами была программа «Культфьюжн». Оставайтесь с нами и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин